МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире передача аспекта иностранных дел телеканала СИБИСИ. С вами Теймур Атая. Вчера мы рассматривали отдельные нюансы предвыборной борьбы в Соединенных Штатах Америки и отмечали, что одним из трендов нынешнего года, 2024 года, будут выборы в Соединенных Штатах. И касались взаимоотношения между США и Европой, где также в Европе ожидается выбор Европарламента. Тоже один из трендов. Но сейчас мы видим, что еще для того, чтобы дойти успешно до выборов Европарламента и Евросоюза, в общем-то, надо еще сохраниться, потому что там уже путь идет к расколу. Мы это видим и в ряде наших передач отмечали это. И сегодня мы затронем отдельные нюансы, происходящие в Европе с нашими гостями. Иракли Гогава из Тбилиси подключился. Специалист по международным вопросам, эксперт в области международных вопросов. Политолог, здравствуйте, Иракли. Добрый вечер, приветствую ваших зрителей. Рады видеть вас, Фархад Касенов, рады и вас видеть. В Казахстане уже новый день, вы нашли возможность подключиться. Очень рады. Руководитель аналитической группы АПлюс Аналитик. Здравствуйте. Добрый вечер. Фархад Бей, спасибо вам, что опять-таки нашли время. И хотели бы начать беседу с вами. Очень часто в комментариях зрители благодарят нашу программу, потому что мы рассматриваем ситуацию в мире. И это очень важно, когда ее рассматривают с различных точек зрения, с различных регионов. Потому что европейцы любят анализировать, так сказать, причем в собственных интересах, происходящие в Центральной Азии, в особенности на Южном Капказе, в Африке. Но подходят к этому очень не объективно. Мы стараемся давать возможность высказываться нашим экспертам с различных стран. И взгляд на Европу, происходящий там, он очень важен. Потому что он показывает, насколько ситуация в тех регионах отражается у нас, и в то же время происходящее у нас, насколько интересно европейцам. Другое дело, что пытаемся все время и стараемся, что и признается довольно успешно, подходить к этому с объективных позиций. Архад Бей, вот вопрос на сегодня такой первый, это Венгрия. Позиция Венгрии, которая вызывает недовольство у стран, считающих себя лидерами Европы. И мы видели, что уже информация идет, 18 января должно проходить заседание. Фактически это будет попытка лишения Венгрию голоса в Евросоюзе. И сегодня же премьер-министр Словакии, господин Фитцов, уже сказал, что для того, чтобы лишить права голоса, нужен консенсус. Словакия на это не пойдет. На ваш взгляд, вот с чем связаны вот эти вот антивенгерские, ну скажем, атаки, пусть и не военные, а вот пока идеологические? И по какой причине, скажем, Словакия или другие государства поддерживают позицию Венгрии? Потому что господин Фитцов конкретно говорит, например, что здесь идет борьба за суверенитет Венгрии, за укрепление национальной независимости. Да, это очень хороший вопрос, и он очень такой многогранный. Попробуем его сейчас все вместе рассмотреть. Но хотелось бы сказать, что, конечно же, такие страны, как Франция, Германия, они довольно-таки часто высказываются о недовольстве позициями стран из так называемого восточного блока. Ну, сразу хотелось бы сказать, что действительно такой, как это принято считать, однородности в Евросоюзе, ее, конечно, нет. И в последние годы, вот такое, скажем, разнобое, скажем, многоуголосицу, все эти вопросы вносят, конечно же, страны, которые относительно недавно стали членами Евросоюза. Это, конечно, страны Восточной Европы и страны Балтии. При этом они играют примерно на разных полюсах. Если страны Балтии, они зачастую в вопросах, скажем, европейской безопасности играют роль таких ястребов, то, наоборот, такие страны, которые традиционно были близки ранее Советским Союзом, а сейчас Венгрией, Россией, такие страны, как Венгрия, Сербия, Словакия и так далее, то они, конечно же, играют роль некого такого срединного ядра. И они, вот можно сказать, что в европейской среде идет такое несколько уроновешивание вот таких новых членов из стран Восточной Европы. Можно было сказать, что в свое время мы помним, что многие из этих стран, они достаточно быстро и даже как неожиданно вошли в Европейский Союз на волне такого еврооптимизма, можно сказать. И многие вопросы, прежде всего касательно с внутриполитическим вопросом, вопросами демократизации, рассмотрения вопросов и тому подобное, они как бы оставлены были за рамки, потому что считалось, что сейчас, войдя в Евросоюз, они будут, так сказать, постепенно нивелированы, постепенно, так сказать, будут двигаться в общем, пусть в общеевропейском, скажем так, направлении. Но, как мы видим, эта попытка, не то, что попытка, эти ожидания, они не совсем оправдались, потому что мы сейчас видим разные позиции по этому вопросу. Касательно Венгрии, это очень хороший вопрос, потому что Венгрия, она пытается играть в своих интересах. Виктор Орбан, он вообще в этом отношении интересный политик. Достаточно сказать, что у нас, он также входит, мы уже помним, в качестве наблюдателя в ОТГ, в Организацию Тюркских Государств. И те же самые отношения к Центральной Азии и Венгрии, они очень близкие. В этом отношении, да, никто не убирает вот этот культурный компонент вопроса, но в данном случае нас интересует, почему же Виктор Орбан идет такой политик. У него есть свои интересы, он хочет, прежде всего, конечно, он достаточно популярный лидер, который, тем не менее, достаточно долго находится у власти, ему необходимо поддерживать свое реноме. Это возможно только путем балансирования, привлекания всей внимания и, скажем так, отстаивания интереса, связанные с экономикой Венгрии. Поэтому у него своя такая политика. Почему же, та же самая, вот вы уже сказали, некоторые страны из-за свежего блока, да, из-за свежего блока, они, наоборот, его поддерживают. Потому что, в данном случае, они чувствуют некую угрозу от того, что в свое время они также вместе как бы входили очень быстро в Европейский Союз. И сейчас, скажем так, недоучеты с точки зрения, недоучеты позиций, они как бы должны сказываться в целом на всех фрамах, которые в свое время быстро вошли и, кстати, единым блоком. Поэтому они сейчас, скорее всего, отстаивают не только позиции, можно сказать, в Венгрии, они отстаивают, прежде всего, свои собственные позиции, в плане того, что к ним прислушивались и в плане того, что они не должны будут считаться, находиться на положении таких-то младших братьев или, там, я не знаю, сестер. Вот то, что вы говорите, Фархад Малим, это интересный такой момент. С другой стороны, помимо того, что нужно укреплять свои позиции, скажем, на внутреннем поле, здесь еще такие моменты, если мы будем брать Венгрию, вот то, что мы видим, да, внешне, во всяком случае, Венгрия действительно ведет и независимую политику на внешнем поле. И вопрос не только в российско-украинском треке, например, по отношению к странам, организации тюркских государств, Венгрия всегда занимает особую позицию по отношению к Турции. Мы видели турецко-венгерский переговор, Азербайджан, Венгерский, а ведь Венгрия, это помимо того, что член Евросоюза, это еще и страна НАТО, да, Турция тоже входит, но все равно, вот, как мы видим, здесь происходит такой баланс интересов на сегодня, и Венгрия очень уверенно ведет свою линию. Тут еще, в общем, что привлекает в ваших рассуждениях, какая мысль, что практически сегодня, ну, я думаю, может быть, и с Ираклием сейчас продолжим вот эту тему уже, посмотрим, что думают об этом с Тбилиси. Вот вы говорите, что практически восточный блок, он сегодня опять выделяется, и вот это парадоксальная вещь, внешне парадоксальная вещь, что фактически в период Советского Союза все время речь шла Западная Европа, Восточная Европа. Сейчас мы фактически видим Западная Европа, Восточная Европа, мы видим Южная Европа, но не по географическому, скажем, принципу, да, там Португалия, Греция иногда, Италия занимает свою особую политику, Франция, Германия вроде в тандеме, но тоже у них разнятся об этом тоже сегодня поговорим, какие-то взгляды на мир, если можешь так сказать, Но в любом случае получается, что Восточный блок, как вы его именуете, он остался в глазах, видимо, западных держав, стран Западной Европы, все же как бы вторым рядом. Вот Ирак, Легогава, вот в свете того, что вопрос Грузии и Евросоюза сейчас занимает очень такой знаковый момент, Тбилиси очень серьезно это обсуждается, вот этот акцент Восточная Европа и Западная Европа, как вы видите, почему здесь нет стыковки, и вот как говорит Фархад Кассенов, вот это вот все время крен такой со стороны Западной Европы, Восточный, с точки зрения старший и младший. Ну, на самом деле, тут речь идет о идеологической борьбе, то есть расслоение, в первую очередь, это на почве идеологии. Западная Европа, Каролинская Европа, так сказать, которая была гидром в свое время еще создания и стояла у истоков создания Евросоюза, да, там Союз Стали и Угля, там уже идеологическая обработка населения, народа, элит уже много десяток лет идет. А Восточная Европа в этот процесс внедрилась где-то с 90-х, да, постсоветские страны еще чуть позднее, поэтому не успели, так сказать, идеологически обработать и внедрить неолиберальную идеологию, тем более, что оно тоже на Западе и в Европе менялось. Вот если мы сейчас рассмотрим, допустим, доклады известных европейских центров, мозговых центров, да, они называют три основные причины, три риска для Евросоюза. И в первую очередь, это рост популярности правых консервативных сил в Европе, в странах Европы, да, это номер один вызов для них. Второе, там экономические вызовы, энергетика и все такое, но мы остановимся сейчас на первых. Вот мы видим, что в Голландии успеха добились правые, там в Венгрии Орбан твердо держится, в Польше у правых как бы сильные позиции, в Словакии Пиццу победил, в Италии, то есть этот процесс идет. Сейчас мы должны ожидать следующие этапы, потому что мир вошел в процесс переформатирования мироустройства, мирохозяйского устройства. Этот процесс не будет короткий, это будет долгий процесс, и так называемая agenda 2030, повестка 2030, именно это и означает. Но в этом процессе нужны очень эффективные решения, очень быстрые решения, мануальные решения, иногда вручную надо. Но это сразу такой вопрос Ираклии, тогда вот когда вы говорите нужны решения, имеется в виду решение, скажем, Франции, Германии, Великобритании, Соединенных Штатов, или здесь все-таки, скажем, весь Евросоюз может принимать участие? Мы просто видим, что идет вот разбалансировка, на что вы обращаете внимание. То есть вы, когда говорите решение, получаете это G7, вы имеете в виду, или отдельные страны. Я объясню, что имею в виду. Я имею в виду вообще всех игроков, которые участвуют на первой шахматной доске. Все они нуждаются в объективных и своевременных решениях. У Евросоюза такого нету из-за того, что его структура не подразумевает такое. То есть там 27 членов государств, и все должны одобрить, пройти какие-то там ратификации, парламент одобрить, подписать и все такое. И мы видим, например, что, допустим, Венгрия блокирует какие-то решения, да? Или Польша там заблокировала какие-то решения. Ну, разные страны могут выступить по разным вопросам. Поэтому сегодня среди элиты Брюссель сегодня уже начинают разговаривать о том, чтобы убрать эти суверенные границы, правовые границы, и из Евросоюза сделать Соединенные Штаты Европы. То есть где решения будут приниматься так, чтобы не нуждались в одобрении отдельных национальных государственных образований. то, бишь, Венгрия, Словакия и дальше. Вот это у них единственный путь, чтобы не отстать. Потому что США, вроде мобильная страна, принимаются решения. Там Россия, Иран, Китай. Все они участвуют. Там на каждодневном уровне могут менять решения или принимать новые. У Евросоюза такого нету. Поэтому они вынуждены двигаться в этом направлении. А это что значит? Это значит, что это встречает большой протест. И популистские движения, и правые движения, и еще больше будут усилиться в Европе. Вы правильно заметили, Димур, что вот разграничительная линия, это Восточная и Западная Европа. Где-то там проходят Балканы в сторону Восточной Европы. Там, где еще не успели поработать и не смогли внедрить до конца вот эту неолиберальную идеологию. Поэтому, а это путь к дезинтеграции Евросоюза. Ну, вообще, да-да, да-да. И это означает, что оно доведется, сводится к тому ядру, которое оно было изначально. Это Тарабинская Европа, то есть Союз Стали и Югля. То есть у вас получается, все же опять-таки, возврат, ну, если не к старому, возврат к старому, к истокам. Но с учетом каких-то новых тенденций, формирования нового мирового порядка. Как отмечал президент Азербайджана Эль-Хамалиев, мир, ну, просто он не будет. Он с начала 2022 года, как изменился, уже возврата к старому, порядку нет и формируется новый порядок. Но вот вы обращаете внимание на идеологический формат, скажем, Западная Европа и Восточная Европа. Фархад Кассенов, хотелось бы услышать вот вашу мысль по поводу того, что сказал Иракли Гогава. Но в каком смысле говорится? То есть идеологический фон, да, он действительно имел место. Здесь есть и экономический, безусловно, нюанс, отдельная тема. Но вот Йенс Толтенберг сегодня говорит о том, что НАТО остается региональной державой. Не державой, а региональной силой. И в то же время говорит, что даже как бы наше азиатское направление, оно все равно не будет способствовать тому, что за пределы региона будет распространяться НАТО. И тут же идет, ну если не обвинение, такой укол в сторону Пекина, что Китай усиливается в Арктике, усиливается в Африке и так далее. Но с другой стороны, он вообще признает, что идет развитие азиатского направления. На ваш взгляд, если мы будем говорить о новом мировом порядке, здесь формируется ли вот эта вот опять блоковая система? Можно давать не восточный и западный Европы, а блоки с точки зрения, скажем, западный блок и восточный, допустим, в лице Китая. На ваш взгляд, это реально или все же пока это зондаш возможных ходов? Ну, думается, что вы правильно сказали. В данном случае, что, конечно же, я думаю, это прежде всего зондаш, это прежде всего прощупывание. Потому что пока еще таких очевидных признаков того, разделения на восточный и западный блоки, пока нет. Мы знаем, что в данном случае, кто может возглавить так называемый восточный блок? Это, конечно же, Китайская Народная Республика. Китайская Народная Республика, которая является лидером не только в демографическом и экономическом отношении, но, конечно же, в военном отношении. Но, вместе с тем, сразу надо сказать, что Китайская Народная Республика очень сильно зависит от Соединенных Штатов Америки. Потому что и в технологическом отношении, и в финансовом отношении, и в прочих-прочих других отношениях, даже, скажем так, в поисках своего рынка сбыта, в поисках, скажем так, формы едения бизнеса, взаимной торговли и тому подобное, во многом Китай, не во многом, Китай, скажем так, все обвиняющие зависит как от Соединенных Штатов Америки, от своих поставок, да, и от торговли, и прочего-прочего, промышленного объема. И так же и от Европейского Союза. И я как-то с собой смутно представляю, почему может привести вот подобное противостояние между, скажем так, восточным блоком Китая и, условно, те страны, которые будут вынуждены или захотят его поддержать, и, скажем, западным блоком. Потому что та же Япония, несмотря на свое территориальное положение, та же самая Южная Корея и ряд других стран, да, АТР, они все относятся к западному блоку. Это не восточный, далеко блок. Поэтому, конечно же, Китай очень сложно будет возглавить подобную работу, и не совсем, может быть, и будет выгодно. Вот недавно, вы знаете, да, в Тайване выиграны выборы политики, которые придерживаются таких позиций ястребов, они готовы пойти на определенный, может быть, даже конфликт с Китаем. Но сейчас следующий код за Китаем. Готов ли он к тому, чтобы решить вопрос с таким вот своевольным Тайванем? И вопрос в том, что как на это отреагирует сегодня ваша фамилия? Ну, здесь интересно. Вот сегодня, кстати, прошла информация, что именно победитель, да, выборов в Тайване, он как раз-таки отсказывается от той риторики, которая имела место у него несколько, некоторое время назад. То есть, фактически, он идет на большее, так скажем, да, взаимопонимание с Пекином. Во всяком случае, в риторике мы сегодня услышали это так, судя по тому, какая информация прошла в различных ресурсах. И причем даже отмечается, что к этому его подвинули, скажем, Соединенные Штаты. То есть, именно сейчас происходит, что как бы не нужно Вашингтону обострение отношений с Китаем. То есть, вот, кстати, такая мысль сегодня публиковалась. Конечно же, предвыборная риторика, она всегда острее, чем, скажем так, реальное государственное управление, действия по государственному управлению. Поэтому, конечно же, риторика не подвинена, это понятно. Соединенные Штаты Америки тоже не хотят, в любом случае, обострения каких-либо с Китаем, потому что это две взаимозависимые экономики США и КНР. Поэтому, я думаю, что в данном случае какое-то, надеюсь, на это взаимопонимание договорной основе, оно будет достигнуто. Но в то же время мы понимаем обострение. Помните же, самолет Мину Пелоси, он приземлился в Тайване, все следили там с напряжением и тому подобное. Ну, конечно, это свои угрозы, своего рода эти демонстрации. Там американцы говорят о шарах, который Китай как бы там посылал разведчики. Мы помним визит Нэнси Пелоси. То есть, этот момент, он всегда будет учитываться в мировой геополитике. Просто, так сказать, есть еще структура момента такого геополитического. На данном этапе мы видим какое-то взаимопонимание. Вот на последних переговорах в Сан-Франциско между Джозефом Байденом и Си Цзиньпинем, они действительно имели место по сравнению с тем, что происходило на Бали. Но то, что вот вы говорите по, скажем, западный блок и восточный блок, ну, сейчас действительно под Востоком в большей степени подразумевается именно Китай и те государства, которые довольно близки, скажем, геополитически с Пекином. И, ну, тот факт, что вы говорите, что здесь в большей степени зондаш, на самом деле, наверное, пока идет, ну, скажем, игра мускулами с точки зрения, даже не физического соприкосновения, а больше, может, идеологического. И сейчас Ираклий уже чуть-чуть опять вернемся в большей степени в Европу. Вот опять Эммануэль Макрон, президент Франции, он выступает и озвучил два интересных таких нюанса. С одной стороны, он опять заговорил, что нам необходимо вести собственную политику, то есть Европа должна быть самостоятельной, суверенной, как он говорит. Естественно, это противоречит тому, как относятся к Венгрии, но, видимо, они хотят, чтобы это то, что вот говорит об идеологическом, вы говорили об идеологическом моменте, он касается или демократических тенденций только отдельных государств. С другой стороны, он говорит, вот этот суверенитет именно через призму американо-китайских отношений, то есть не быть на той или на другой стороне. С другой стороны, он не поддерживает атаки против хуситов. Сегодня их опять в Соединенных Штатах приравняли к террористическим организациям, и Великобритания и США уже осуществили атаки, а Макрон говорит, что мы не будем, чтобы не обострять, напряжение не создавать, мы не будем поддерживать в этом плане Великобританию и США. Опять-таки, здесь получается определенный раскол. То есть Великобритания, с одной стороны, да, пусть и не член Евросоюза, но мы говорим о Европе и Франции. С другой стороны, уже даже Столтенберг подчеркивает сегодня, что даже в случае, дает понять, прихода к власти Трампа, США не выйдут из НАТО. Вот что вы здесь видите вообще? Вот противоречия налицо. И то, что Эммануэль Макрон проводит. И сегодня, вот, кстати, вот только что прошла информация, что очередной антиазербайджанский проект антиазербайджанской резолюции французский сенат принимает, и там практически абсолютное большинство, буквально двое воздержавшихся и против. Там буквально три единицы, скажем так. То есть мы видим ангажированность вообще и парламента французского, и того, что происходит у официального Парижа. Вот ваш взгляд на это? Ну, смотрите, если Макрон говорит, что Европе нужна своя политика, суверенная политика, они должны знать, что суверенную политику ведут только те, у которых есть своя армия. Да, у Франции есть какая-то армия, но она, нельзя сказать, что она такая, даже по европейским масштабам она не абсолютная. Поэтому то, что заявила премьер Италии, что министр иностранных дел Италии, что Европа нуждается в собственной армии, это как бы вызов Соединенным Штатам. Там у них как договор работал уже десятки лет, что США обеспечивают об основном на две трети безопасности Европы, где-то 68% издержек на безопасность Европы – это США, а все остальное – страны Европы. Ну, если они не хотят, как бы, вы хотят выйти, как, допустим, типа Brexit, там, вот, и Метабритания вышла из Евросоюза, и как оказалось вовремя, то они должны создавать свою армию, отвечать сами за свою безопасность. А это большие деньги. То есть, они должны вот эти 2% из ВВП каждый год, и даже больше, скрупулезно отдавать на военные деньги. Кстати, Дональд Трамп об этом и говорил в самом начале своего президентства, когда резко выступил и против Германии, и в особенности Франции, он как раз говорил об этих 2-3%. Да-да-да, я подсчитал, вот, НАТО, кроме того, что это зонтик безопасности для Европы, что обеспечивает Америке, как бы, союзников в геополитических играх, в лице европейских стран, кроме этого, это очень организованный рынок вооружений, американских вооружений в том числе, ну, в первую очередь. То есть, то, что ВПК США на 94% в частных руках, то есть частная собственность. Поэтому ВПК не может там выпускать, допустим, утюг. Хотя, если напрячется, то уже можно, но они выпускают танки, ВТР, и самолеты, и пулеметы. Вот это все надо продавать. А самый хороший покупатель, это, естественно, европейские страны. То есть, они платежеспособны. Пока что, да, у них-то началась лицессия, германская экономика в лицессии, но это долгосрочный процесс, пока не видно, куда это все приведет. Но для США, вот почему говорят, что даже при Трампе США не выйдет из НАТО. Потому что это организованный рынок, где ВПК США обеспечена клиентами. Почему они должны оттуда выходить? Это где-то 300 миллиардов долларов каждый год. Потенциальный рынок закупок вооружений. Поэтому это все даже очень отлично для США. А то, что Франция как бы берет на себя больше, чем его реальная роль, его реальная экономика или его реальная армия, это уже Евросоюз как бы старается на него вызвалить какие-то функции. Например, на Южном Кавказе. Или, ну, там в Африке это его постколониальное прошлое, как бы, отголоски этого. А на Южном Кавказе это от мандата Евросоюза. Да, кстати, сегодня, Ираклий, вот еще одна информация, вот это к тому, что вы говорите, Евросоюз и Южный Кавказ. Вот буквально только прошла информация, что Евросоюз увеличивает количество, как они говорят, гражданской миссии в Армении, там уже свыше 200 человек. То есть, как бы, официальные цифры, хотя по тем данным, которые публикуются в прессе, может, назовем неофициальные цифры, их уже там значительно больше. То есть, практически, чем они занимаются, не афишируются, что они делают, не афишируются и здесь идет, как бы, вступление, попытка, там, вступление на Южный Кавказ с определенных политических сил, и мы понимаем, что там основная масса, это же люди в погонах, но не действительно же гражданские миссии, чиновники, это же факт. Но в любом случае, вот на самом деле, тенденция есть. Да, согласен, но роль Франции на Южном Кавказе, она гиперболизирована, то есть, они берут на себя больше, чем им полагается. Ну, как бы, выставляют себя, как страну-победитель во Второй мировой войне, но я маленькую вот историю расскажу. Когда было подписание акта о капитуляции фашистской Германии, фельдмаршал Кейтель подписал этот, да, и когда он вошел в церемониальную комнату, где должен был подписать акт о капитуляции, там увидел флаги, ну, Советский Союз, США, Великобритания и в конце Франция. Ну, говорят, что он сказал, что не знаю, что... Я не знал, что и Франции проиграли. Да, да, там было... Он говорит, что мы им тоже проиграли. Поэтому, то, что мы сейчас активность, гиперактивность Франции введем на Южном Кавказе, это не совсем адекватно тем даже историческим предпосылкам, то, что у нас было и у Азербайджана, и у Грузии. Ну, видимо, я думаю, что это все не из-за Азербайджана и из-за Турции, а в основном цель – это Турция. То есть, почему-то коллективный Запад, есть там такая теория, что нужно как бы эти проливы контролировать, а Эрдоган не позволяет это делать. Поэтому сейчас мы видим по южному периметру Турции, как бы везде на Калиноксе, да? Курдские там боевики орудуют, Турция там тоже работает и в Иракском Куртистане, и в Сирии. Ну, и Армения тоже, как бы восточный фланг Турции, не только это сосед Азербайджана, а сосед Турции тоже. И там есть кипрский вопрос, потенциал, греческий вопрос. Поэтому Турцию могут как бы или создать видимость, что серьезно будут разбираться, или будут это делать. Потому что главная цель, англосаксонская доктрина об этом, вот, или еще Маккендер об этом говорил, Никола Спайкман об этом писал еще в начале века, в 40-х годах, что Россию нужно отрезать от незамезающих морей. Там петли анаконды, вот эта дуга, и все, все. А Босфор и Дарданелли, это если кто-то контролирует и кто-то закроет, выход из Черного моря, это уже серьезная проблема. Да, это действительно и в начале этого прошлого века это было, в начале нынешнего века, все время вот эта теория, ну, теория, которая, попытка ее сделать в практике, так сказать, она действительно имела место. Ну, вот вы говорите именно об антитурецком крене Евросоюза, мы это действительно видим, антиазербайджанская, антитурецкая линия, прежде всего Франции, там в меньшей, может быть, чуть в меньшей степени, там, допустим, Германия, которая периодически, скажем, приходит в себя, но в любом случае мы видим и их политику, и их позицию тоже. А здесь вот вы как раз и обронили, что вот независимая позиция, независимая политика Реджеп Тайпа Эрдогана и приводит к этому. И мы видели, когда выборы, как раз были, последние выборы в Турции, как поддерживался оппозиционер Калачтароглу, открыто поддерживался, и как средство массовой информации эти все знаменитые, так сказать, агентства буквально нашпиговывали информацией мировой общественности, что обязательно Калачтароглу победит и так далее. И, кстати, у турецкой оппозиции были антиазербайджанские и антигрузинские очень серьезные настроения. Но, кстати, об этом я надеюсь, что у нас все останется. Время по одному вопросу вам и Фархаду и поговорим с вами и об этом Крене тоже. Сейчас Фархад Касенов, тогда вот те моменты, которые затронул Ирак Легугава, хотелось бы чуть-чуть, может быть, расширить тему, потому что, если мы говорим независимость турецкой политики, независимость азербайджанской политики, независимость ввиду внешний фон, и то же самое центрально-азиатские государства, то есть здесь мы опять возвращаемся и к теме Венгрии, потому что Европа и Китай, их соединяет Центральная Азия и Южный Кавказ, плюс Турция. То есть фактически безопасность маршрутов и так далее, логистических цепей, это Азербайджан, Грузия, Центральная Азия, Турция. Хотя, естественно, конечные углы это Китай и Европа. И плюс, вот Венгрия все время занимает особую позицию, причем, да, она наблюдатель в ОТГ, но с другой стороны, она ведет и независимую позицию в целом по отношению вот именно к странам тюркского мира. если можно, буквально минуты 4 об этом поговорить. Вы нас слышите, Фархат? Ага. Так, если в данном случае мы берем, расширяем вопрос, говорим о, скажем так, почему такие процессы происходят, например, частности, возвращаясь к вопросу отношения Франции к Азербайджану, я думаю, здесь два фактора играют, о чем мы уже неоднократно говорили. Первый фактор, конечно же, это мощная армянская лоббит, которая присутствует во Франции, которая во многом определяет, так сказать, такую информационную повестку, за которую действуют такие вот лидеры, как популисты, да, как тот же самый Макрон, он обязан учитывать такую повестку информационную. Второе, я думаю, здесь действительно, вот здесь вот была интересная мысль сказанная, я вот как раз обдумывал, о цикличности некоторых процессах, цикличность, может быть, она такая, скажем так, мимая, тем не менее, смотрите, ведь надо вспомнить, что в свое время та же Турция, Германия, да, еще в Первой мировой войне, это были достаточно такие союзнические страны, в Второй мировой войне, и скажем, в это время же Франция, она находилась, скажем так, в антагоническом положении. Я думаю, что в 90-й степени, конечно, вот это отражение рефлекторно, она переходит и на Азербайджан, который сейчас в данном случае рассматривается как наиболее близкий союзник Турции в регионе. Ну, эта мысль как раз совпадает с тем, что и Ираклий Гогова говорил, то есть фактически в основе антитурецкая линия Парижа, и Азербайджан как союзник Турции как раз и подпадает вот и под эту антитуркскую линию фактически Франции. Тем не менее, конечно же, то же самое Мануэд Макрона, наверное, понимает, что есть понятие политического, экономического прагматизма, потому что сейчас Франция, например, вы знаете, пытается ставить очень тесное отношение с Центральной Азией, прежде всего с Локомотивом, с Казахстаном, с Узбекистаном, а скажем так, любые взаимоотношения по транспортировке необходимого углеводородов, по транспортировке урана и тому прочее, возможно, через Азербайджан, исключительно, через Азербайджан, через Грузии и тому подобное. Поэтому будет неблагоразумно и нецелесообразно усложнять отношения с теми странами, которые могут, так сказать, существенно повлиять на подобное. Очень надеемся, что вас слышат, если не в Париже, то представители французского правительства в Азербайджане и прислушаются к вашему мнению, потому что действительно это единственная линия, они должны это понимать. Да, поэтому, я думаю, будет благоразумно, конечно же, это, как сказать, отодвинуть в сторону антиазербайджанскую риторику, немножко отодвинуть в сторону проармянской лобби, вести с точки зрения экономического парагматизма, политического парагматизма, переговоры, строить свои отношения, потому что, на самом деле, сейчас, все-таки, я в этом, в этом черт уверен, нас ожидает эпоха, наконец-то, мира, мира и процветания на Южной Кавказе, потому что две страны, они действуют здесь уже в унисон, это же, конечно же, я как вижу, азербайджанские грузи, азербайджанские грузи, и вот Армения находилась в положении такого конфликта, сейчас все-таки произошло умиротворение, в данном случае, решились многие вопросы, в частности, вот, 1 января, мы знаем, перестала существовать отдельная, республика, как его называли в Армении, на Горо-Карабах, сейчас это, получается, отдельная область, карабахский экономический район, да, район, да, и вот, я думаю, вопросы решены, теперь, я думаю, что постепенно, и Армения, в этой стране, люди, которые, рациональная мысль, люди, которые прагматичны, они, конец, подумают о том, как из всего этого извечь какие-то положительные моменты, нежели все время раздувать конфронтацию, и, скажем, страдать из ЭТО во всех отношениях, и социально, и в Камбургской. Ну, что ж, правда, мне немножко хотелось еще тот вопрос тоже услышать, там, Венгрия и ОТГ, но это отдельно, мы рассмотрим, может, что подходит к концу нашей передачи, мне хотелось бы еще с Ираклием Гогавой обсудить такой вопрос, тем более, насколько известно, Иракли, вот, ваша диссертация, которую вы сейчас готовите, это касается энергобезопасности Грузии, то есть фактически здесь опять у нас мы видим ту же самую линию, прежде всего Азербайджан, Грузия и Европа, и вот, вот это понимание, о котором говорит Фархад Касенов с точки зрения, скажем, того, что вот Уран, интересы по Урану в Казахстане, попытки Макрона поехать, договариваться, должно быть, с пониманием официального Парижа, что эта линия идет отсюда, и вот это вообще в целом и энергобезопасность, да и вообще безопасность Европы и Азербайджан, Грузия, вот, что скажете об этом, если можно, буквально вот 4 минуты. Да, на самом деле энергетическая безопасность это главный вопрос для Евросоюза, то есть, самая большая хиллесовая пита для Европы это энергия, потому что они, собственно, производят мало, у них нету богатых залежей, там, может быть, ретаблетарм там обеспечено, но сам Евросоюз получает из России, из Норвегии, из Алжира, из Либии и из Азербайджана. Плюс из Казахстана тоже, конечно. Поэтому для них очень важно диверсифицировать поставки и выход на среднеазиатский энергетический рынок для Европы экзистенциально важно. Но это может быть не только там транзит природного газа, а конверсия природного газа в электричество и потом уже по новому кабелю, который будет построен по дну Черного моря, экспортироваться. Это, кстати, добавленную стоимость оставляет в нашем регионе. То есть, кто будет переводить газ в электричество, это дополнительная выгода. Да, один кубометр газа это приблизительно 10-11 киловатт энергии. Ну, смотря на то, когда установка установлена, это легче и удобнее и выгоднее для наших стран. Поэтому, да, действительно, они будут как бы очень бдить за тем, чтобы здесь была относительная стабильность в Грузии, в Азербайджане, и в Казахстане, и в Средней Азии. но они как бы будут стараться поставить тех людей у руля, которые как бы для них более подручны, скажем так. Ну, это, естественно, они понимают, что из этого ничего не выйдет, но это типа Мазду. То есть, у них это прописано, и они будут стараться выслеживать это все. Ну, реально, это все обречено, конечно, это не раз уже показали. Вот по Грузии, допустим, вот последний пример. У нас же собирались тут как бы это переворот делать, но поняли, что они этого не смогут, поэтому лучше сохранять стабильность, и дали этот статус кандидата, который, в принципе, ничего не меняет, а дальше идем. Поэтому связка Казахстан, Азербайджан, Грузия, это очень сильная связка, и, наверное, уже стоит подумать как бы про транскаспийские трубопроводы или сжиженную форму газа, потому что то, что мы увидели от Туркменистана, это не особо как бы радует, потому что объемы 2 миллиарда как бы почему-то они пока не особо хотят продолжить такие отношения. Но я думаю, что стороны найдут общий язык, и Туркменистан тоже подключится к этому вопросу. А касательно еще, Таймур, хочу добавить по среднему коридору, который для нас тоже очень важен, очень большие перспективы открывает, особенно на фоне тех атак куситов на корабли в Красном море. Всемирный банк недавно опубликовал исследование, что поезд, обычный поезд из Китая до севера Европы доходит через нас, через середину коридор за 53 дня. Вот это очень плохой показатель, хотя тестовый поезд, который прогнал, дошел за 14 дня. То есть огромные перспективы, огромные перспективы, и вот понимаете, вы говорите, что именно скажем, допустим, та же Франция или какие-то другие государства, которые считают себя первыми, называют, одна остальных смотрит, как страны третьего мира, хотя мы видим, что тот же Азербайджан или Центральная Азия страны, или Грузия, они становятся реальными лидерами во всяком случае в регионе и не только, уже вокруг целый Ареал фактически, Центральная Азия, Южный Кавказ, Армения, если желает подключиться, пусть подключается, то есть это мощнейший Ареал, и плюс здесь еще Турция, и вот как раз вы важный момент затронули, они хотят безусловно, чтобы эти государства были управляемы, с управляемыми лидерами, которыми легко было бы манипулировать, и здесь мы опять возвращаемся к началу передачи, что фактически то же самое мы видим и по отношению к Восточной Европе, то есть по отношению к той же Венгрии, по отношению к той же Польше периодически там, то Болгарии, то Сербии и так далее, а иногда и в отношении Италии мы это видим, то есть фактически вот опять эти попытки там навязать свою волю государством, которые уверенно идут и стремятся к достижению реальной национальной независимости, и успех Азербайджана, который был продемонстрирован и в 2020 году и в прошлом году с точки зрения достижения исторической справедливости на основе соблюдения международного права, от которого пытаются все время избегать вот этих государств, которые должны ему следовать, как раз и вызывают и геополитическую ревность, и непонимание, и очень часто именно ненависть, которая выходит и в риторику, и вот в эти резолюции, о которых мы говорили, очередной проект резолюции Сената Франции, но и вы подчеркнули и Фархад Кассенов, что уверенно наш регион движется вперед, и мы не просто стараемся, но уже достигаем тех высот в геополитическом плане, с которыми должны эти страны даже в ущерб своим таким идеологическим устоем считаться. Напоминаем, что с нами сегодня были Ирак Ли Гогава, политолог, специалист в области международных вопросов из Грузии, Фархад Кассенов, аналитик из Казахстана, руководитель аналитической группы, а плюс аналитик. Благодарим наших экспертов за очень серьезный анализ происходящего в мире. Оставайтесь ICBC, следите за аспектами иностранных дел, будьте в курсе всех важнейших вопросов современности. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok